В 2012 году Донецкая железная дорога выполнила свои основные задачи по перевозке пассажиров в дальнем сообщении. С традиционными пиковыми нагрузками в период летних отпусков и новогодних праздников удалось справиться благодаря введению дополнительных поездов в самые популярные направления. Донецкая железная дорога в прошлом году была максимально задействована в наш парк эксплуатационный. Это 604 пассажирских вагона, где две третьих – это в основном вагоны плацкартные. Донецкая железная дорога в прошлом году перевезла 10 миллионов 56 тысяч пассажиров. Это на 350 тысяч пассажиров меньше, чем в прошлом году. В основном такие показатели связаны с уменьшением парка подвижного состава, который с каждым годом устаревает. А финансовой возможности закупить новые подвижные составы пока нет. В прошлом году убыток от пассажирских перевозок в дальнем следовании составил 390 миллионов гривен. Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Стоит отметить, что доходная часть от пассажирских перевозок – это, конечно же, за счет продажи билетов. А вот эксплуатационные расходы значительно выше доходной части. Вкладывая одну гривну, мы получаем возврат 58 копеек. Также, говорят сотрудники железной дороги, существует много мифов о сверхприбыльности пассажирских перевозок. К сожалению, даже самые популярные поезда южного и западного направления себя не окупают. Например, поезд номер 47 с сообщением Донецк-Севастополь имеет убыток 17 миллионов гривен в прошлом году. А поезд, например, Мариуполь-Львов, который пользуется также большой популярностью среди морепольчан и дончан, также имеет убыток в размере 30 миллионов гривен. Но руководство железной дороги не может поднять тарифы, так как понимает, насколько сильно это отразится на финансовых возможностях пассажиров. Отсутствие рентабельности в первую очередь обусловлено высокой себестоимостью перевозок за счёт низких социально ориентированных тарифов, постоянного роста цен на продукцию, закупаемую железной дорогой, а также недополучение компенсаций за перевозку льготных категорий граждан. Например, по Донецкой области было начислено 6 миллионов 100 тысяч гривен, а мы получили всего лишь 3 миллиона 500 тысяч гривен, то есть чуть-чуть больше половины. Долги у администрации с каждым годом только растут. Например, за последние 6 лет Донецкая железная дорога недополучила компенсации за льготных пассажиров порядка 160 миллионов гривен. Это, конечно же, большое время для железнодорожников, но мы всё-таки надеемся, что властные советы будут закладывать в бюджет больше средств на компенсацию перевозки пассажиров в железнодорожном транспорте. Несмотря на все эти трудности, Донецкая железная дорога, как и раньше, так и всегда, желает своим пассажирам счастливого пути. С первого пути отправляется ночной скорый поезд «Донбасс» номер 37 сообщением «Донецкий в счастливого пути». Продолжение следует...